Всем привет! Сегодня поговорим на такую тему, зачем нужна оплетка на руль. Поехали! Итак, это вопрос многих начинающих водителей, но не только начинающих. Когда новичок пробует самостоятельное вождение, начинает самостоятельное вождение, он обращает внимание, что у многих водителей руль какой-то не такой, что он какой-то большой, толстый, разных цветов, разного материала, у кого-то мех, у кого-то кожа, у кого еще какой-то материал, и он задается вопросом, что это? Многие думают, что это завод-изготовитель идет такую роль. Нет, друзья, на самом деле это оплетка. Это такая оплетка, которая может состоять из разных материалов. Так вот и возникает вопрос, она зачем нужна? Обязательна ли она? Или это просто декоративный элемент, или как молодежь говорит, понты? Нужна она на самом деле или не нужна? Сразу хотел бы сказать за себя, потому что я уверен, что будут многие спрашивать, есть ли у меня оплетки на руль. Вот сейчас я сижу в автомобиле Volkswagen Polo, у меня оплетки нет. Объясню почему. Потому что он, во-первых, не симметричной формы, он асимметричный какой руль, и оплетка на нем как будет держаться, если внизу вот идет вот так. То есть видите, он не совсем круглый, здесь вот такая горизонтальная линия. А так на всех автомобилях Renault Logan, личная машина HVL-H5, у меня оплетка на руль есть. Она как бы тоже кожаная, из такого материала, я периодически протираю салфеткой, чтобы она не становилась жирной. А теперь давайте перечислю несколько моментов, несколько причин, по которым многие водители все-таки пользуются данными оплетками, и я в том числе. Первый автомобиль может быть старый. Соответственно, сколько мог крутиться руль разными водителями, он периодически стирается и становится страшный, он становится облезлый, с него даже какая-то труха иногда сыпется. Один из вариантов, когда можно сделать оплетку на руль, руль будет как новый. Второе. В некоторых автомобилях руль достаточно тонкий, обод руля тонкий, худой, другими словами. И когда ты его держишь, ну как-то вот проскальзывание какое-то, как-то вот неуверенность. А когда мы делаем оплетку на руль, руль становится более мощный, более массивный, и когда тот же новичок за него держится, какая-то вот более уверен человек к себе. И я с этим, наверное, соглашусь. Ну вот как-то прикольнее, как-то ловче, когда руль более массивный. Не когда он становится больше диаметром, да, как там в автобусе или буфур, а нет, когда он просто становится немного потолще. Третья причина. Многие водители устанавливают данную оплетку для того, чтобы не было проскальзывания рук. Иногда новичок потеет. И там все наоборот. Если руль кожаный, из такого гладкого материала, пока он нервничает, он быстро рулем иногда поработать не может. Он проскальзывает, потому что рука потная, сырая, а руль, вот, видите, он какой блестящий. А, соответственно, чтобы не было проскальзывания, это с точки зрения безопасности. Люди устанавливают оплетку, они же есть разных материалов. Из ткани, например. Да, из какого-нибудь материала, который не скользит. Кто-то пользуется кожаными перчатками. Тоже, кстати, как вариант. Вот сейчас в верхнем правом углу ссылочка появилась. Можете посмотреть, зачем нужны перчатки. Я тоже так же называю там причины. И это тоже выход из ситуации. Но это является причиной, когда люди ставят некоторые водители оплетку на руль, для того, чтобы не было проскальзывания, когда потеют руки. Дальше. Как ни крути, это все-таки какой-то декоративный элемент. Многие хотят накрасить губки, сделать какой-то макияжик, да, небольшой тюнинг самому автомобилю. Многие хотят не то, чтобы выделяться из толпы, а внести какую-то изюминку, чтобы автомобиль выглядел не так, как у всех. Ну, красивее. Ну, прикольно. Поэтому некоторые девушки, например, устанавливают оплетки на руль со стразами, кто-то с цветочек, ну и так далее. Поэтому, ну, кому-то просто это нравится. Вот тоже для многих это как декоративный элемент, тоже является причиной, почему многими им пользуются. Ну, еще одной причиной я бы назвал это зимнее время. То же самое, когда мы садимся в автомобиль на улице минус 30, если функции обогрева руля в автомобиле нет, наверное, больше половины ее нет, то руль он ледяной. Кто пробовал ездить зимой, они подтверждают. Да, конечно, есть перчатки, но тем не менее. Иногда их нет под рукой, иногда человек ими не пользуется, либо они тонкие, не помогают. Так вот, установка на зимнее время руля типа меха или подобный материал, то же самое от этого спасает. Вы уже беретесь за руль, он уже не ледяной, руки не мерзнут. Вот это, друзья, основные такие пять, наверное, причин, которые я назвал, да, по которым водители устанавливают оплетку на руль. Это как декоративный элемент, кому-то это уверенней, удобней, для кого-то это просто красиво. Кто-то это делает, чтобы не проскальзывали руки, кто-то это делает, чтобы не мерзли тоже руки в зимнее время. Если у вас возникает пару вопросов, а где ее купить, если вы заинтересовались, в любом автомагазине, где есть аксессуары, они практически все стандартные, но лучше у продавца скажите, какая у вас машина, чтобы не получилось так, что она вам не подойдет. Вообще, руль, они плюс-минус стандартные, если у вас, конечно, руль идет в завод-изготовитель, если он у вас не какой-нибудь там самодельный, спортивный там и так далее. Скажите свой автомобиль, и вам скажут, вот, пожалуйста, из этого ряда выбирайте на вкус и цвет. И очень важно, друзья, когда вы устанавливаете эту оплетку на руль, самое главное, чтобы это не просто было красиво и прикольно, а самое главное, чтобы было вам удобно, чтобы вы, брав вот руль в руки, чтобы, ох, блин, круто, и попробуйте быстро поработать рулем, чтобы не было проскальзывания. Может быть, вы купите такой материал, что даже сухими руками будет проскальзывание, это уже будет опасно. Поэтому вот это вот очень важно. В заключении этого ролика я попросил бы вас написать в комментариях, мне просто очень интересно, а у вас есть оплетки на руль? У меня, например, есть на всех автомобилях, кроме Volkswagen Polo, потому что асимметричный руль, ну, и он сам по себе, в принципе, красивый, кожаный, и никаких проблем не возникает с быстрым кручением, никаких проскальзываний нет. Поэтому напишите, есть ли у вас оплетка на руль, и, а у кого ее нет, напишите свое мнение. Как вы думаете, ну, нужна она или не нужна? Это просто декоративный элемент, или все-таки есть с вашей точки зрения для этого какая-то польза? Не забывайте подписываться на канал, поддержите лайком данный видеоролик, ну, а я, как всегда, всем желаю удачи на руль всем. Пока-пока!